Как красиво оформить свой домашний, любимый, классный, сделанный своими руками самогон так, чтобы не стыдно было бутылочку на стол поставить на праздник, на день рождения, да и даже на свадьбу и на другие знаменательные события. Давайте это обсудим. Сегодня поговорим об этикетках для самогона, для домашнего самогона. Поехали! Самогон ТВ Ваши друзья гордились этой бутылочкой и поставили на свой стол, когда к ним гости придут. Ну и тем более, когда вы дома встречаете гостей, конечно, лучше, чтобы ваши бутылочки были классно оформлены. Поэтому я для вас нашел этикетки. Убираем скотчем малярный и наш маркер. Это нам пригодится для маркировки банок, там еще каких-то вещей. А для того, чтобы ставить на стол хорошие бутылки, мы с вами сейчас сделаем вот из этих вот бутылок классный самогон. Смотрите, у меня есть вот такая этикетка. Это прямо вот такой в советском стиле. Сейчас выберем. Есть вот такая вот классическая этикетка. Прямо рукописная практически. Есть вот такая этикетка с аппаратами. Тоже интересный такой дизайн промышленный. Есть вот такая вот более строгая такая армейская этикетка. Самогон. Есть вот такая вот этикетка. Смотрите, самогон домашний. И есть вот такая вот этикетка для премиум самогона. Но, ребят, это еще не все. Есть вообще эксклюзив. Есть вот такие этикетки, посмотрите. Видите, то есть с золотом. То есть это для супер лучших ваших напитков. И, соответственно, вот я эту этикетку использую для вот такого зернового самогона. Так, что мы сделаем? Вот самогон у нас есть обычный. Обычный самогончик. Я думаю, что вот мне почему-то кажется, что вот эта этикетка ему классно подойдет. Самогон, который просто сделан из сахара. Давайте посмотрим, как на этой бутылке будет это смотреться. Что мне нравится, смотрите. То есть вот просто переломили этикетку. Раз. И все. Так, где у нас перед бутылки? Оп. Красота. Идеально. И можем с нашей... Бумажечкой я еще не выкинул. 40 градусов самогон сахарный. То есть прям берем. Вот я вам рекомендую вот такой вот маркер тоненький завести. И, соответственно, здесь пишем. Сахар 40%. Объем 0,5 литра. Дата. Поставлю год. Вот так. Теперь это будет выглядеть. Так. Теперь вот этот вот самогончик. Он поинтереснее. Он с декстрозы. Знаете, что если вы не на сахаре будете делать, а брагу делать на декстрозе, то у вас самогончик будет помягче. Давайте мы его помягче сделаем вот. А вот традиционный такой давайте сделаем. Хотя, может быть, традиционный надо было туда поставить. Но мне вот нравится такая этикетка. Удобнее, кстати, писать сразу. Декстроза. Объем 0,5 литра. 40 и год. Я думаю, что день-то мы не будем. Посушили немножко этикетку, чтобы не смазать. Отломили. Оп. И наношу бутылочку. Вот самое главное здесь ровно все наклеить. Я боюсь смазать. Хотя маркер уже высох, я думаю. Вот такая красота, смотрите, тоже получилась. Ну и для зернового премиум самогона, конечно, во-первых, я возьму бутылочку. Новую. Вот все-таки из зерна, конечно, как наш полугарчик. Древний. Все это надо. Сахар, конечно, это заменитель. Постольку-поскольку. Мы сейчас превратим это из безымянного напитка в банки. Превратим с вами в очень красивый, который я сегодня поставлю на стол. А возьму для этого вот такие вот этикетки специальные. У меня здесь есть уже распакованное. Здесь оно по-другому сделано. На листе с вырубкой. То есть берем вот так вот. Раз. Аккуратненько. И на лицевую сторону. Так, криво. Как хорошо клеится. О! Вот такая красота. И сюда пишу зерно 0,5 литра 45 процентов 20-22. Вот такая красота. Смотрите. Вот такие интересные этикеточки. И вот такие получились бутылочки. Согласитесь, так гораздо приятнее настоящий самогонщик покапельно рождает этот самогон представить на справедливый суд родственников и друзей. Делайте классные напитки. Занимайтесь самогоноварением и импортозамещением. Подписывайтесь на канал. Здесь где-то кнопочка подписаться. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши розыгрыши и новые выпуски. А впереди очень много интересного. Быть добру. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»